Снова всех приветствую на своем канале. Хочу немножко поговорить о самых здоровых розах в моем саду на конец лета. Перед вами плетистая роза. Юторзенерклостероза. Роза Тантау. На моем канале есть видео о ней. Первое шикарное ее цветение. В моем саду покупала саженцы из интернет-магазина Бекер. Занесла, конечно, мучнистую росу. Ну, не конечно, но занесла мучнистую росу. И некоторые розы, конечно, подвержены. Вот хочу сказать о ней, что она здорова. Мучнистая роса обычно поражает молодые побеги или вот бутоны. Тьфу-тьфу-тьфу. Видите, эта роза здорова, держится. Юторзенерклостероза. Тоже хочу сказать о розе Флорентине. Роза Кордеса, плетистая. Она только недавно вот отсвела. Цветение было очень длительное. Продолжалось оно где-то, ну, полтора месяца. У нас была сушь. Она сидела замершая. Не выдавала, вот видите, на второе цветение побеги. Только сейчас она стала их выпускать. Но тоже здоровая. Внизу ни пятнистости, ничего. Но все это, конечно, при обработках. Расскажу вам, чем обрабатываю. Вот роза плетистая второгодка. Уже она где-то метр семьдесят выдала. Вот побеги. Жирующие или, может быть, он еще зацветет. Но пока я его не прищипываю. Но не о том. Вот посмотрите. Тоже молодые, здоровые побеги. Вот на вот этом уровне она пыталась у меня заболеть, подхватить мучнистую росу. Вот видите, на уровне где-то метра. Я вовремя это заметила, обработала. И дальше она стала выпускать здоровые побеги. Тоже хочу, ну, как бы, похвалить розочку Дэвида Остина Golden Celebration. Она у меня и постоянно цветущая, и вот здоровая тоже. Тоже молодые побеги не подвержены. Вот розочка Ханзештад Росток. Видите, вся листва изумрудная. Как бы в моих условиях уже... Ой, да, без обработок розы, конечно, здоровые не будут. Вот в наших условиях. Тоже самая история, как с розой Полька. Вот на том уровне, видите, листики поскручивались. И дальше пошла здоровенькая. Вот розочка Блю Фаю. Тоже хочу отметить, вот в моих условиях отменное здоровье. Роза Блю Фаю. Также Флорибунда Жан Кокто. Здоровая листва. Немножко, если есть где-то какая-то желтизна, то это поработал клещ. Так она здоровая. Тоже хочу отметить розу Кордеса Лихт Кунигин Лючия. Не зря у нее знак АДР. Как бы у нас уже такие влажные... Ну, буквально до обеда стоят... Жара была сразу. Сейчас у нас дожди. Обработать некогда. Ну, нету даже времени. Ну, вот. Не зря у нее знак АДР. Держится она в моих условиях. Ни черной пятнистости, ни мучнистой росы. Видите, на молодых побегах пока я не вижу. Ну, надеюсь, я ее тут и не увижу. Тоже роза Кордеса Личвилл Энджел. Здоровая. Не пытается заболеть. А вот ее подружка тоже растет в горшке. Леди Офмигинч. Конечно, вот как-то она у меня подболела. Сейчас пройдем, покажу. Очень здоровая. Показалось, что здоровая роза. Тоже на канале есть видео о нее шикарном цветении. Сэр Джон Бейтман. Вот она. Молодые побеги и бутоны здоровые. Вот она. Рядышком Мэри Роуз, конечно, заболела у меня мучнистой росой. Веду борьбу. Постоянно обрабатываю. Эта соседка пока... Тьфу-тьфу, здоровая. Извините, что я так несколько раз делаю. Но не боюсь сглазить, как бы так сказать. Вот роза Харлукар. Тоже у меня здоровая. Розочка. Я даже боюсь обрезать уже. Роза Джуде Обскьюр. Набирает бутон. Тоже у меня здоровая. Очень здоровая роза. Показала себя. Ловила кота. Сильная, мощная, здоровая, обильно цветущая. Тоже есть. Можете посмотреть, кому интересно, видео у меня на канале. Первое цветение и второе цветение. Роза Митсамер. В моих условиях здоровая. Розочка Мэри Энн. Тоже вот буквально о ней недавно рассказывала. Розочка Мэри Энн у меня здоровая. Роза Флорибунда Байландо. Вот цветочек. Но кто интересуется розами, конечно, знает этот сорт. Байландо у меня здоровая. Вот роза Чайно-гибридная, высокая, выросла у меня. Пьяна. Вот не могу сказать о Чепенделе. Прошли мы его. Вот роза Пич Клементин. Тоже листва здоровая. Розочка Карамелла. Карамелла. Аскот. Еще только набирает бутоны. Роза Дэвида Остина. Мулинью. Желтая это Клещ. А так она у меня здоровая. Вот о чем не могу сказать. О розе Бенджамин Брид. Вот в моих условиях пытается подхватить мучнистую росу. Видите, пытается. Пятнышки видны. Может быть, кто-то посоветует, как с этим бороться. Я, конечно, веду обработки раз в пять дней. Но у нас были дожди. Вот мешали, конечно, они. Я уже обсыпала их и золой. Вот держится роза мускусная. Она тоже подвержена, кстати, мучнистой росе. Букет Парфе. И первое цветение. Долго она цвела. У меня тоже есть на канале видео о ней. Держится букет Парфе. Так. Розочка Порт Сенлайт. Ей чего-то не хватает другого. Тут у нее такие как-то ей не очень, может быть, нравится. Розочка Порт Сенлайт. Но пока здорова. Слава тебе, Господи. Тоже хочется похвалить розу Дэвида Остина. Тизинг Джорджия. Хоть эта роза не из молодой селекции. 88-го года, по-моему. Но тоже, посмотрите, здоровая листва. Вот эта розонька. И сейчас вам, чем я обрабатывала. У нас даже немножко дождики, но все равно. Я вот сегодня обработала розы с кором. Они, посмотрите, вот работают от мучнистой росы. Нужно 2 мл на 10 литров. И черные пятнистости. 2 мл на 4 литра воды. Но я взяла, конечно, 2 мл на 4 литра воды. И от пятнистостей, и от мучнистой росы. Даже если они и здоровы, все равно все розы я обрабатываю. Здоровые обрабатываю, а больные тем паче. Еще обработала все гортензии. Тоже, чтобы пятнистости там не появлялись. И скор это системный фунгицид. Если у нас не будет дождей, через 5 дней я повторю обработку. Или где-то через 7 повторю обработку опять. Конечно, не хочу, чтобы розы мои болели. Я хочу любоваться, ощущать приятный аромат, вдыхать. И наслаждаться их красотой. А не смотреть, как они бедные от болезней страдают. И как бы корчатся. Спасибо вам за внимание.